приветствую всех на канале творческий сундучок с вами татьяна для меня всегда привлекательна тема создания и сбросового никчемного материала что-то нужное и полезное я собрала мелкие лоскутики там где надо я их выровняла и у меня получились вот такие прямоугольники самых разных расцветок неравномерные по ширине и по длине то есть размер тут зависит от того какой лоскутик вам попался в руки я взяла полоску ткани и на нее буду нашивать наши прямоугольники полоска тоже может быть разной ширины и разной длины и вот примерно в таком порядке я их пристрочу к полоске получились вот такие гирлянды с флажками которые надо разрезать так и вот что у нас получается получившиеся парные детали я буду соединять между собой подбирая примерно одинаковые по длине пары таким образом я и дальше буду присоединять сшитые лоскутики подбирая близко по размеру чтоб потом при выравнивании меньше было обрезков таким образом можно собрать большое полотно а можно как в моем случае собрать в этой технике отдельные небольшие блоки я буду ориентироваться вот на этот шаблон здесь размер примерно 17 на 17 и в процессе сборки я буду периодически прикладывать к этому шаблону своей заготовочки и ориентироваться сколько мне еще надо пришить в общем вот как то так и вот таким образом я собрала несколько блоков которые мне надо подготовить дальнейшей работе на каждую заготовку в качестве уплотнителя я положу квадратик синтепона и сверху положу подложку и дальше сделаю стежку у меня уже есть несколько готовых блоков они уже простеганы вот так это выглядит то есть я кое-где с лицевой стороны прошлась обычной машинной строчкой осноровила блоки разложила в нужном мне порядке и теперь я буду соединять блоки соединять буду вот такими обрезками это выпады из кроя по размеру они как раз подходят к моим блоком а внешние окантовки придется подумать обрезки только такого размера ширина обрезков почти 8 сантиметров но меня это устраивает как я буду использовать эти полоски блоки я уберу в том порядке в каком они лежат я беру полоску ткани которая у меня имеется складываю вдвое и заутюживаю вторую полоску ткани я вырезаю шириной 4 сантиметра теперь блок я накладываю на полоску ткани это будет с изнанки а на лицевую сторону двойную полоску выравниваю срезы и стачиваю вот я прострочила теперь отгибаем нижнюю полосочку и лицом вверх прикладываем второй блок это уже делаем строчку пристрочила отворачиваем и вы видите срезы у нас сходятся и теперь отворачиваем двойную полоску и еще раз прострачиваем в таком порядке я соединю все остальные блоки так ну вот я все блоки попарно соединила выравниваю полоски я соединила короткие полоски по 2 и парные блоки соединил точно так же как поступила с одиночными блоками со страчиваем вот я прострочила ну вот еще раз посмотрите этот прекрасный способ соединять блоки пристрачиваем прострочила так это будет выглядеть с изнанки подворачиваем двойную полоску и прокладываем верхнюю строчку все блоки собрала в такое полотно осталось окантовать я не стала особо мудрить с окантовкой конечно же здесь однозначно нужно одноцветная окантовка собрала обрезки в одну полоску думаю что швы не будут особо выделяться сначала пришлю полоски по длинным сторонам срезы с длинных сторон обработала и дальше закрываем срезы с торца я прикладываю деталь обтачки из двух концов вот таким образом подворачиваю закладываю на нижнюю сторону вот так и прокладываю строчку отворачиваем и у нас получается вот такой чистый край подворачиваем и отстрачиваем в итоге получился вот такой коврик его можно использовать и как прикроватный коврик и как матрасик я же его делала как коврик на банную скамеечку получился такой яркий нарядный в деревенском стиле я довольна что использовала практически бросовые мелкие лоскутики если вам видео понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал если вы не подписаны пишите комментарии я их очень жду и я с вами прощаюсь до скорой встречи пока